Это кто у нас тут? Степан. Давай, Степан. Давай, я тебе поставлю. Ты так пить будешь. Давай, пей молочко. Пей молочко. Всем друзьям моим привет из конюшни. Вчера обосрали мою конюшню. Конюшня, потолки низкие, прочее. Ой, что так они пишут люди, 70-х годов. Кстати, девочки, 70-х годов конюшня, да. Она сделана из этого, из шлакоблока. Обычная конюшня. Ну, не беленая, конечно. Ну, что сделаешь, добраться никак не могу. А то, что потолки низкие, так это очень даже замечательно. Зато зимой тепло. Скотина не мерзнет. Да, Степан? Это же хорошо. А вот доберемся, руки доберутся, побелим. И нормально, все прекрасно. Говна у нас по колено здесь нету. Самое главное, чтобы было тепло и сухо. Вот. У нас время обед. Пришла поесть Степана. Давай, Степанька, напивайся, наедайся. Да, Степа? Степа, Степа. Молодец, пить захотел. Еще телят надо кормить. Телятам травки давать. Телятам травки давать. Так, заправить диванчик. Заправить диванчик. Утрами и вечерами Матвейка здорово любит здесь сидеть. Совсем утром, когда рано, свежо. И вечером тоже. Тоже свежо. Свежо, свежо. Ладно. Белье разрешаю. Белье собрать надо. Подсохло. Подсохло, подсохло. Кое, которое... Ой, у меня сегодня хоть стирки меньше. Стирки меньше. Посуды нету. Парни с утра вымыли. Кто-то писал, девчонки, вот за собой посуду каждый помыл. У нас не всегда получается. Вот вчера пообедали, дети пошли заниматься сразу делами. Я после обеда всю посуду снова перемыла сама. Ну, так что... А посуды гора. Ой, у нее все горы посуды. Ну, потому что у нас ее много всегда. Остается, допустим, какая-то еда вчерашняя. С утра это все убирается. И кастрюля освобождается. И получается очень много кастрюль. И много банок. Потому что молока много. Молоко, простокваша, творог. Большие кастрюли, большие банки трехлитровые. Вот. Так что... Так что, девочки, ну, кто живет в квартире, тем не понять. У кого коровы нету. Кто коровы держит, и не по одной корове. Представляете, у людей, если несколько... Сколько коров, сколько у них посуды, сколько у них банок. Сколько у них всяких разных чеплашек. Ой, сейчас я ее развешиваю. Надо что-то на обед будет готовить. На обед готовить. Так что, занимаясь, конечно же, делами. Вот такими вот мелочевскими. Каждодневными. Данечка, ты нарви побольше салата. Я сделаю салат, и плюс мы еще в роллы будем тоже листья ложить. Занимаемся, девочки, обедом. Виталя в магазин ушел. Купить ингредиенты. Хочу роллы накрутить. Хочу роллы накрутить. А у меня там жарятся отбивные в кляре. Мы сейчас салатик сделаем, перекусим, и потом займемся. Кто у меня там, Матвейка? Идет мама к тебе. Виталя пришел, принес продукты. Что там, сына? А, да там сыр. Сыр. Вот такой. По какой он цене-то? 80-100. Этот 80, этот 100. Ага, главное. Российский, дороже. Тунец, девочки. Тунец вообще недорогой. Так, что ты сказала? 89. 89. Я хочу роллы сделать из тунца. И у меня варится куриная грудка. Так, наш любимый соевый соус. Слушай, ты рис такой взял? Хоть это не. Круглые зерни натик. Да. Имбирь. Давно имбирь не ела. Я уже тут подрезала немножко. Даня мне луку нарвал. Я уже салатик сделала у нас. Сейчас приготовится обед. Мы пообедаем. И будем делать. Рис надо поставить, отварить. Так что, такие у нас покупочки. Мама зовет кушать. Да, мама нажарил. Папа пришел у нас уже. Папа у нас пришел. Иди скорее садись, сынок. Подвечка. Иди скорее садись, дорогой. Давай, вези, мама тебя посадит. Мама тебе уже порезала. Давай, вот. Ручки помыли, все. Кушай давай. Немножко салатика тебе положу. Свежий салатик. Давай. Вот так вот, молодец. И Матвейка будет кушать. Так. Так что, девочки, такие у нас вот. Подбивные, салат. Мы сейчас покушаем. И у нас приготовятся все, все ингредиенты приготовятся на роллы. И хочу сделать роллы. У нас еще сварен суп. А то напишут опять. Только это второе. Нет, девочки. У нас есть бульон сваренный. Лапша домашняя, в общем. Ну, дети не хотят. Они мне сказали, мы сейчас перекусим и будем ждать роллы. Так, салат я вам не ложу. Ложки сами, короче, салат. Ну, все. В принципе, что. Будем обедать. Кто кушает, приятного аппетита. А мы будем кушать. Я тут все, рис не сгорел? Нет, а что он сгорит? Варится рис на медленном огне. Очень медленный огонь. Какие там обеды? Там не должно воды быть. Он напаривается уже. Мы уже, девочки, пообедали. Я сразу занялась. У меня, потому что нет сил. Я сразу занялась. Я говорю, буду нарезать, готовить все. У меня листья салатика. Тунец. Две баночки выложила в тарелку. Такой хороший тунец. Кузненький на вид. Такие вот у меня листья нори. Муж когда-то покупал. У меня две пачки есть. Так что такая пачечка. Еще одна. Что-то она у меня открыта почему-то. Наверное, я пользовалась. Доставала, наверное, один листик. Так, огурец нарезала. У меня зеленый лучок домашний. Вот. Сырок подрежу. Грудка вот такая небольшая, куриная, подварная. Сейчас я все это приготовлю. И на готовлю вкуснятина. Потому что дети наелись. Но сказали, что будут ждать ровно. Дождик у нас небольшой пошел. А я все, все. Я уже много раз в голове крутила. Вот люди мне пишут комментарии, да? Пишут. Одна мне писала. Она меня смотрит почти с самого начала. И все вот пишет. Не одно, что вот про эти 70-е. Сегодня вот в конюшне, да? Я вам сказала, 70-е годов. Сашка, конюшня наша семья. Ну, короче, подобосрали, в общем. Ну, выгод же людям гадость-то поднаписать. Вот. И, значит, вот она мне писала. Я не буду зачитывать и комментарии, потому что она мне все постоянно, можно сказать, человек пишет. И писал, вернее. Ну, отправилась она куда-то надо, в общем, опять. Опять отправился человек. Ну, потому что только выходит она, как говорится, оттуда заводит видать новый аккаунт и начинает снова писать гадости. И вот про то, что мы 20 лет живем, и мы с тобой спали, наверное, ничего не делали, в общем. И у нас как... Ну, в общем, как в 70-х годах у нас все. Вот. А я говорю, смотрю, и вот вчера начала крутить. Я говорю, у нас такая Россия богатая. Прям все такие миллионеры. Все на югах ездят, живут в коттеджах. Прям все супер, супер, супер. Вы посмотрите, как Россия-то живет. У нас люди-то нищие. Нищета кругом. Все прям, ой, все так хорошо живут. Да где они хорошо-то, люди-то живут? Зарплаты-то мизерные. Такие зарплаты мизерные, что... За пенсию выдержишь с голоду. Ну, нет, но она тоже пишет, что выживает. Пенсионеры, типа, выживают, а мы вроде как молодые, типа, должны вроде жить. Ну, у меня вот муж работает на железной дороге. Что-то у меня со светом с камерой. На железной дороге. И зарплата у них недостойная. Не соответствует она ихнему труду. Вот. Хотела показать старую фотографию. Я вообще сегодня хотела дом показать. Вот такой вот у нас дом. Мы заехали сюда, сюда, вот в этот дом конкретно. В 12-м году. В 12-м году мы сюда заехали. Там вот видно, да, девочки? Вот здесь вот старая у нас веранда. Ну, забор мы уже сделали. Вот как мы сюда заехали, я еще работала. Забор, ворота, ну. Я еще работала. Муж работал. Мы работали, мы старались, потому что зарплаты, как говорится, извините, прокормить у нас было трое детей. На тот момент... Да, у нас трое же трое. Что-то я же запуталась. Трое, Матвейки же не было. Матвейки не было, бабушки еще не было. Когда мы заехали в 12-м году, дети были еще маленькие, ходили в садик. Я ходила на работу, зарабатывала деньги, залазила в кредиты. Потому что нам надо было сделать... Что нам надо было сделать? Много чего в этом доме надо было сделать. Да все надо было сделать. Одна коробка. Дом был с газовым отоплением. Да, мы его купили. На тот момент, когда мы покупали этот дом, в общем, муж даже мне, вот ты выбирала дом, такая-сякая, я выбирала ближе к школе. И на тот момент, вот из того, что в продаже было, у нас вариантов не было. И получилось, мы, в общем, взяли то, что взяли. Детям лучше ходить, как говорится. Так, отвлекусь. Положила матвейку спать, в общем, спать ребенок хочет. У нас сегодня снова все не по режиму. Встали вроде не поздно, ребенок проснулся, но время много уже. Время 4 часа, у нас сегодня и обед припозднился. Ну, мы завтракали, мы перекусывали фруктами. В общем, кушать у нас есть что. А то все пишут, вот у них так, да не так. Да за собой надо смотреть, у кого что. Главное, чтобы у вас было покушать. У меня, слава богу, всегда было покушать. Всегда. Вот. Я работала, муж мой работал, работает. Я тоже работаю. Ну, а то пишут, вот такая-то лентяйка, да, ой, лентяйка. Ну, что, кому-то лентяйка может, кому-то нормально. Мы вот, и получается, вот про дом, девочки, хотела рассказать, да, как мы сюда заехали, в общем, в нашу историю. Мы заехали в этот дом, крыша была деревянная, забор старый, старая веранда, конюшня, вот как вот, называю я ее конюшней. Она была, в общем, без крыши, внутри там ничего не было, ни полов. Ну, вообще, все было старенькое. И, конечно же, чем мы занимались? В первую очередь, мы занялись ремонтом. Ремонтом. У нас были деньги, денег у нас было около 300 тысяч рублей. Все. Крышу сделали. Внутри все, полностью все стены разобрали, полы меняли, потому что здесь вот стояла печка, полы были кривые. Это все надо было делать. Нанимало людей. Все этим занималась я. И все, потихоньку, потихоньку мы это все делали. А денежки, извините, с неба не падают. Зарплата у меня была тоже невелика. Я работала социальным работником. Вот. Начали делать пристрой. Муж взял кредит. Потому что, которые деньги у нас были, вот эти 300 тысяч, они у нас все ушли полностью, чтобы поставить стены, поменять новые полы, поменять новую крышу. Металлочерепица на тот момент тоже была не дешевая. как говорится, везде надо денежки. Начали делать пристрой. Пристрой мы начали делать где-то в 14-15 году. Все. Разобрали старую веранду. Муж залез в кредит. А кредит платить надо? И каждый месяц. А это уже минус зарплаты на кредит. Все. Мы сделали коробку. У нас он получается каркасный пристрой. Все это мы сделали. И что? Надо делать окна. Я залезла в кредит на 50 тысяч рублей. Мне сделали окна, мне сделали отопление. Все. Мы за год, получается, сделали полностью пристрой. А мы не миллионеры. Ну, это может кто ворует? Конечно, те живут в коттеджах и прочее. И вот писать, надо работать, зарабатывать. А где работать? Ездить вахтой, извините, у нас доход примерно, допустим, 70-100 тысяч рублей. По-разному. Всегда по-разному, как бы. Не всегда одинаково. Вот. А вы представляете, люди ездят? Люди ездят вахтой. У меня муж тоже ездил вахтой. И мы, получается, были без отца. Дети у меня сидели без отца. Кто-то скажет, ну, что все так живут? Ну, живут, пусть так живут. Каждый выбирает свое сам. Ну. Мужики, он уезжает на вахту. И что, дети их не видят? Правильно. Многие писали в комментариях, да? Человек работает, получает 12 тысяч рублей. Какую копеечную зарплату человек получает? Заплатить коммуналку, прочее. Мы вот живем в своем доме, мы зимой платим около 6 тысяч рублей. Газ, свет. Их тоже надо где-то взять, эти 6 тысяч рублей. Никто не ноет, ничего. Но мы работаем. Мы работаем, мы стараемся. Кто-то спрашивал там, с канала получаю, нет, зарплату. Я получаю, да, с канала. С рекламы, девочки, с рекламы. Кто смотрит рекламу, огромное вам спасибо. Потому что зарплата мне идет только лишь с рекламы. Ни с лайков ваших, ни с комментариев, ни с чего. Только с рекламы, которую вы смотрите. Так что вот так. И на все это надо деньги. Конюшня была тоже полностью сделана. Здесь у нас, в общем, была баня из цилиндрованного бруса. Перед баней здесь стояла рухлядь вот такая, которую разобрали. Сделали две скважины сразу сделали. На это надо и деньги, и силы, и прочее. На все надо. Плюс у нас дети. У нас Даня было на тот момент 4 года. Дети были маленькие. Виталя пошел. Получается, у них почти 3 года разница. Да, Виталя у нас пошел в первый класс в этом доме. Потому что мы старались, чтобы дети ближе к школе, ближе к садику. У нас до садика, до школы, я уже говорила, 5 минут. Вот. И то, что чем они занимались 20 лет, они спали. Ну, по себе судить может. Вы по себе судите? Вот вы любите гадость писать, а и удивляетесь. Я вообще поражаюсь людям, что значит спали. Да? Я работала, а муж работал. Потом мне привезли бабушку. Кто там тоже писал. Да многие писали. Ведь всякие гадости-то пишут люди. Вот вам бы дать, вот интересно, человека. Вот таким людям никогда никто ничего не даст. И они сами не возьмут. Потому что, чтобы ходить за человеком, извините, это надо и нервы крепкие, и силы. Очень много отнимает здоровье. Больной старый человек. Вот так. А что у нее сил нету? Все. Вот Ольга завелась, да. Ольге нет сил. Ну, потому что, извините, два года последних, я еще раз повторюсь, я уже говорила миллион раз, были очень тяжелые для меня лично. Да, сейчас ребенок болеет, вот дочь болеет. Ну, никаких улучшений нету. Кто-то писал, девочки, ой, да, вот не надо ругаться, не надо ссориться, никто не это. Да, у нас всяко было, но извините, дети с нами живут, и, как говорится, дети уже привыкают к чему-то. Заколебали. И у нас это все с лагеря пошло. Ребенок уехал в лагерь, и я уже в лагерь начала звонить. Я тогда пожалела, что я ее не поехала, не забрала, потому что она мне толком ничего не рассказывала. Ей на тот момент было, получается, что, сколько ей лет было? Два года назад? 14-15 лет. Все. Мама, все нормально, мама, все нормально. Мама чувствует, что что-то ненормально. Все, приехал ребенок и заболел с лагеря. А тут у нас еще такое горе было, сразу все в кучу. Так что, так бывает. И судить, какие у нас сараи, ну извините, и сравнивать нас с кем-то там, когда люди живут в деревне, да, держат очень много скотины, и живут одной скотиной. А у нас, мы не живем скотиной, в принципе. Потому что у нас тут город, скотину я, я корову купила, когда уволилась. Когда уволилась, я купила корову, чтобы было, в общем, чтобы было, чтобы было. Ну, чтобы молоко свое было, да. Потому что я думала, задумывалась, я буду дома сидеть, чем я буду заниматься. Да, бабушка бабушкой, она еще похаживала, конечно. Ну, за ней тоже надо было глаз да глаз и убирать, и прочее, все. Ну, так что. Так что судить это, знаете, не зная внутренности, внутри, что, как говорится, как люди живут, какой у них доход. Я уже об этом много раз говорила. Так что, девочки, нечего. У нас вся страна нищая. Ну, а то, что на вахты там ездят, да, может, кто-то на северяне там получает, хорошо, на севере. Ну, я не хочу, чтобы мой муж ездил вахтой. Он дома, он занимается с ребенком. У нас, у нас что, у нас Виталий родился, получается, ты по вахтам-то ездил? Двери закрыл, Матвейка спать, наверное, собрался. По вахтам ездил, и он приезжал, и он не видел, как ребенок растет. Приедет, ой, блин, как сынуля-то уже подрос. Ну. Так что время пролетает мгновенно. Очень быстро. Ой, да она все медленно делала. Да все, да, на камеру. Во-первых, вы включите хоть раз сами камеру, и поговорите. Делать дела и говорить, если, как говорится, получится. Получится, но замедляется, потому что ты сосредотачиваешься на разговоре. А когда тебя еще отвлекает кто-то, допустим, ребенок отвлекает, уже мысли, да, она не так говорит, да, она не то делает. Да за собой смотреть надо. Как вы говорите, как вы делаете. Ну, а люди, которые понимают, кстати, много комментариев таких прям нормальных, поддерживающих. Девочки, огромное вам спасибо, потому что адекватных людей больше, слава богу. Ну, а вот таких вот до курицы она не возьмет. Нету места у нас для куриц. И схожу, куплю курицу. Ну, что, все, многие у нас с магазина, кто-то вообще не может себе курицу даже позволить купить. Ну, и писать, ой, у нас вся страна богатая. И в ТикТоке я вот тоже заходила, смотрела, какое-то видео такое было. Парень, парень молодой опрос сделал. По зарплате, да. И там столько было комментариев. Да у нас вся страна нищая, нищая. Если человек получает 40-50 тысяч, это богатство. Ну, мы за богатством не гонимся. Хочется, конечно, чтобы был достаток. Но самое главное, здоровье, во-первых. А во-вторых, покушать у нас всегда есть. Что у нас есть скотина, у нас есть дом. У нас еще есть один дом, слава богу, мы живем на два дома. У нас есть участок, который мы прикупили. Тоже, на это тоже надо было выкраивать деньги. На дом надо было денежки собирать. И это все стоит денег. Вот. Вот она это не делает, а то не делает. А извините, а когда дом-то купила, получается, мы купили вот этот дом второй. А деньги-то мы на ремонт-то тоже, извините, с неба-то не падают. Ремонты делать тоже надо. Все, пойдешь в магазин, такие деньжищи везде отдаешь. Все стоит денег. Все. Их нужно зарабатывать. Так, ну что, я вроде все приготовила. Почти все. Надо, у меня там рис я забыла. Болтаю, девочки, болтаю. Пока я, девочки, болтала, мой рис подразварился. Такой вот прям. Ой. Ну, ничего не буду делать. Буду из такого делать. Что сказать? Буду делать, буду делать. Вот. А сама думаю. И дети растут, и детей кормить надо вкусненько. Все хотят вкусно кушать. Одна мне тоже написала, значит, такой вот комментарий. Вот вчерашний, на вчерашний комментарий от печала, да, вот человек написал, и вот нету такого вот прям, не чувствую какой-то злобы или что-то тут. А тут вот прям пишет, да, что якобы вот такие, как я, растят таких вот парней, маленьких сынков якобы. Вот, что есть, нет у вас велосипеды, что-то парни даже на велосипедах не катаются. У нас есть велосипеды, парни катаются на велосипедах, и с друзьями гулять ходят, или я должна бегать за ними с камерой и вам показывать. Дети не особо хотят сниматься, я уже много раз, и вы мне пишете многие, да, и как видите, что я их не особо и снимаю. Прям сильно, Виталя у нас более-менее, ну, снимаю, все равно хочется потом самой вот зайти через какое-то время, они вырастут, парни. А здесь у меня на память хотя бы что-то останется. Так что, так что вот так. Все у них есть, и они и гуляют, и ходят, и никакими лодерями они не растут, они очень даже помогают. Всякое бывает, и бывает и помогает, и бывает не помогает, потому что у детей переходный возраст, дети растут, себя вспоминаете в своем в таком возрасте, хотели ли вы делать что-то. Вот написали, они у вас вроде не отличники, а уроки, значит, уроки свободного времени вообще много, а уроки вроде сделали, как бы, да, и можно и на кружки походить. У нас ребенок, вот, ну, и Даня тоже со второй смены учился, и Виталя, получается, тоже учился со второй смены. Ребенок приходил в 7 часов вечера, в 7 часов вечера он приходил домой со школы. Он умывался, он кушал, в школе он уставал, потому что много сидеть. Сидишь, спина устает, ребенок уставал, тем более, когда дети быстро растут, есть такие дети, которые не сильно растут, да, а крупные дети, вот, ребенку 15 лет, он почти 2 метра роста, да. Это нагрузка на сердце, и ребенок устает, естественно. Зайдите, посмотрите в интернете, по, как сказать, информацию поищите какую-то, вот, когда ребенок растет, и на что он тратит силы? Он тратит на рост, и у него силы, конечно же, не столько. Все уходит, вся энергия и в рост уходит, и плюс вот эти занятия в школе, и атмосфера вокруг, допустим, да. Вот он приходил, он всегда был уставший, потому что с обеда он учился, получается, он к часу уходил, в 7 часов вечера приходил. Ну, ребенку надо свободное время тоже отдохнуть, и что? Два часа до сна, в 9 часов они ложились, потому что, ну, плюс-минус, в 9, в 10. Еще уроки надо сделать, надо заняться уроками, мыться, моются дети каждый день. Так что, не знаю, о чем вы там пишете, какие кружки в это время, а если он учится со второй смены, до часу, допустим, да, он занимался скотиной, ему нужно было всегда, всегда, он поил скотину, ездил, ходил по-разному, мы вместе ходили, бывало, потому что, когда машины не было, мы на тележке таскали воду, помогал дома, по хозяйству. Так что, немного, вот кто пишет, что много свободного времени, я считаю, что это немного. С утра ребенок просыпается, и поспать тоже хочется, и рано я их не будила. Если он проснулся часов в 9, в 9, если он с вечера уроки не сделал, значит, он их делает с утра. Он сделает уроки, сидит, потому что их там вот много-много надо сделать, все. И плюс, заняться собой тоже хочется, и отдохнуть, и с друзьями погулять, а когда это все делать? Времени, получается, не остается, так что, не знаю, у каждого по-разному. Разошлась, девочки, разошлась, потому что такую чушь пишут, вот почитаешь вот это вот 70-е года, вот как люди живут, вот сейчас посмотришь, кто-то живет, он, конечно, живут и хорошо, и всяко, по-разному люди живут. Ну, мы вот так живем, мы как можем, так и живем, мы стараемся. Так что, а куда-то уезжать в другой город? У нас прекрасный городок, меня здесь все устраивает, нам нравится, муж у меня работает, на нормальной работе, в принципе. В принципе, не знаю, я не вижу смысла куда-то ехать на севера, на какие-то, или еще куда-то, чтобы заработать большие деньги. И больших денег ты хоть сколько работаешь, ты их все равно не заработаешь. Есть, конечно, организации, да, вот парни устроились, допустим, вот сыновья, слава богу, вот два старших сына, они работают, у них хорошая достойная зарплата, хорошая работа, они живут на севере. Ну, это тоже и время, и, как говорится, молодость вся проходит, они уже тоже, как бы, парни такие взросленькие, живут, один с семьей живет, а семью надо кормить и содержать. Жилья своего, соответственно, нету. Вот, ой, младший сын купил жилье, но, извините, у нас почти вся страна живет, слава богу, у нас свое жилье есть, слава богу. Потому что платить ипотеку каждый год, каждый год, каждый месяц, каждый месяц надо заплатить. Это кредиты, да, вот, кто люди живут в кредитах, это очень тяжело. А хочется детей получше одеть, покормить повкуснее, так что, ну, что рассуждать, я думаю, вы все поняли. Я о девочке опять наболтала. В общем, все, все, все поняли, все замечательно, роллы я буду крутить, пока у меня еще вес не остыл, буду заниматься. Матвейка не уснула, отец уже спит, потому что он устал. Да, Матвеечка? Папа устал, папа устал, и папа спит. Так что, вот так рассказала я девочке вам. Да, и мы тоже жили в кредитах. Я 10 лет из кредита не вылазила, из кредитов не вылазила. Я один кредит брала, мы начали с мужем жить, мы начинали жить там, в другом доме. Дом был потом продан, и мы сюда переехали, вот в этот дом, ближе, опять же, к школе. Вот. Я как пошла работать, я сразу же начала брать кредиты, потому что с мужем, когда мы начинали жить, у него не было, в принципе, ни мебели, ничего, ни ремонта. Мы вместе начинали совместную жизнь, покупали новую мебель, делали ремонт. Каждый год я делала, я срывала обои, клеила. На это тоже надо деньги, на все надо деньги. Так что, кто как может, так и живет. Так что, не надо судить. Вот так, скажу я вам. Так что, все, всем пока-пока. Мух, говорит, развела, кстати, написали. Ага, мух развела. У меня ленты висят для мух, а дихлофосом травить я их не травлю, потому что, ну, потому что не хочу. Хочу. Да? Ну, хорошо, прилипают, но у нас хорошо и залетают. У нас вот ребенок сегодня откроет двери, а у нас здесь сетка, получается, туда вот, выход на, ну, на беседку. И мухи мгновенно, по нескольку штук сразу залетают. Да? Заколебали эти мухи. Мухи, цикатухи. Так что, вот так, девочки. Ну уж простите, кто-то скажет, опять орет. Я не кричу, не ору, а просто у меня, получается, всплеск эмоций. Высказала? Высказалась, вот. Так что, вы там не пишите, я вам отвечаю. Вот так что, не будете писать, не буду отвечать. Так что, уж простите. Ну все, на этом я закончу, девочки, буду потом заниматься. Потом, ну вот почти сейчас буду заниматься уже, все, почти готово. Так что, всем огромное спасибо и всем пока-пока.